Приветствую! В этом видео мы поговорим об уголовной ответственности за уклонение от воинского учета. И мы разберемся с вопросами следующего плана. Какая уголовная ответственность предусмотрена за уклонение от воинского учета? При каких условиях могут привлечь к такой ответственности? Ну и естественно разберемся с тем, а какая же судебная практика привлечения к уголовной ответственности за уклонение от воинского учета во время военного положения в Украине? Итак, первый вопрос. Какая уголовная ответственность предусмотрена? Эта ответственность предусмотрена 337 статьей Уголовного кодекса. И вот давайте ознакомимся с текстами этой статьи. Как мы видим, здесь сказано, что Ухиление призывника військовозобовязанного резервиста від військового обліку після попередження, зробленного відповідным керівником ТЕКС та социальної підтримки, керівниками відповідних органів СБУ, відповідних підрозділів СБУ, Украини, карається штрафом від 300 до 500 неоподаткованных минимумів доходів громадян, обови правными роботами на строк до одного року. Итак, что мы видим? Ну, во-первых, какая уголовная ответственность предусмотрена? Санкція статьи, как мы видим, это штраф от 300 до 500 необлагаемых налогом минимумів. Эта сумма составляет, соответственно, от 5100 гривен до 8500 гривен, либо же исправительные работы на срок до одного года. Исправительные работы, в свою очередь, предполагают следующее. Человек продолжает работать по своему месту работы, там, где он и работал до того, как был вынесен обвинительный приговор, но при этом, согласно приговору, у него удерживается в доход государства от 10 до до 20% заработной платы ежемесячно. То есть, фактически, это такой себе тоже штраф, но в процентном отношении к заработку. Что мы можем для себя здесь подчеркнуть? Что за уклонение от воинского учета не предусмотрено наказание в виде лишения свободы, либо ограничения свободы. При этом нужно понимать, что, несмотря на то, что такого наказания не предусмотрено, человек, которому применили штраф, либо были применены наказания в виде исправительных работ, он будет считаться привлеченным к уголовной ответственности, судимым, потому что приговор будет обвинительным, и, соответственно, эта судимость будет внесена в его личное дело, и запись, собственно говоря, сохранится до тех пор, пока ведется соответствующая база, база людей, которые когда-либо привлекались к уголовной ответственности. Теперь перейдем к вопросу о том, при каких условиях могут привлечь к такому виду ответственности. Итак, как мы видим, здесь субъектами этого преступления может быть призывник, военно обязанный, и вот здесь мы остановимся, резервисты нас сейчас не интересуют, да, как бы в основном по этой статье попадают военно обязанные и призывники, да, то, что сейчас для нас актуально. Так вот, привлечь к уголовной ответственности можно только лишь в том случае, если было получено предупреждение от начальника ТЦК ЕСП. Что это значит? Это значит, что человеку сначала должны дать повестку, и мы говорим здесь не про повестку, естественно, а на отправку, потому что там уже уголовная ответственность будет по другой статье, по 336 наступать. Здесь мы говорим о повестке для обновления данных, да, так называемой. То есть просто повестка, когда вас вызывают в военкомат еще, да, вы не знаете, там призовут, не призовут, отправят на ВЛК, не отправят. То есть это пока мы говорим о повестке для обновления данных. И вот вам вручили такую повестку, вы по ней не явились. Как мы знаем, за это предусмотрена административная ответственность и, соответственно, там санкция, штраф. Далее мы видим, что обязательным условием есть предупреждение начальника ТЦК и СП. То есть это означает, что вы должны сначала не явиться по повестке, после чего вам обязательно должны вручить предупреждение о нарушении законодательства и правил воинского учета, вы должны получить это предупреждение. Оно, естественно, не в устной форме должно быть, а в письменной форме. Либо же должны быть достоверные данные о том, что вам вручали это предупреждение, но вы отказались от его получения. И вот тогда, если вам дали это предупреждение, и вы не явились после этого в ТЦК и СП, вот здесь может наступить уголовная ответственность. Еще раз, друзья, обратите внимание, что это не просто первая неявка по повестке. То есть вы можете не явиться там хоть по трем повесткам, хоть по десяти повесткам. Главное, что вот эта статья 337 Уголовного кодекса Украины начинает работать тогда, когда вы получили письменное предупреждение о том, что вы нарушаете правила воинского учета, что вот те ваши неявки, это есть нарушение правил воинского учета. Ну и, соответственно, там либо, как правило, в самом предупреждении уже будет указано, когда вы должны явиться, либо вместе с этим предупреждением вам должны дать новую повестку. И вот ваша неявка по этой новой повестке, либо по этому предупреждению при его наличии, является основанием для привлечения вас к уголовной ответственности. Теперь, друзья, перейдем к вопросу практики, да, как я и анонсировал. А какая же практика привлечения людей к уголовной ответственности по статье 337 за уклонение от воинского учета? На сегодняшний день судебная практика следующая. Ее нет. То есть, в реестре судебных решений, когда я задался целью, зашел в соответствующий раздел реестра судебных решений, я просто там не нашел приговоров, которые бы были посвящены людям, вынесены в отношении людей, которые уже во время военного положения нарушили и привлеклись к уголовной ответственности по статье 337. Там, безусловно, есть приговоры, но эти все приговоры связаны с нарушениями, связанные с неявкой в ТЦК после предупреждения, но все это было до момента военного положения. На сегодняшний день в отношении тех людей, которые не явились в ТЦК по повестке, получили предупреждение, и все это происходило во время военного положения, то есть они не явились в военкомат по повестке один раз, потом им вынесли предупреждение, дали повестку, и они не явились второй раз в военкомат, то ни одного такого приговора в реестре судебных решений не было найдено. Конечно, я допускаю, что реестр сейчас работает не идеально, и при поиске могут возникать определенные проблемы, но при этом, когда мы ищем, допустим, приговоры за уклонение от мобилизации, там они есть, без проблем мы их можем найти. Их мало, но можем найти. Что касается 337-й статьи УК, то ни одного приговора, соответствующего таким условиям, не было найдено. Друзья, на этом все. Если у вас какие-то вопросы остались, задавайте их в комментариях. Если считаете, что данное видео полезно, то поставьте ему лайк, подпишитесь на мой канал, поделитесь этим видео в соцсетях. И напомню, что с вами был Олег Лукьянчиков, адвокат, кандидат юридических наук. Желаю вам удачи, здоровья и, конечно же, мира. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok